Родник председательного следствия считает необходимым временно отстранить Мазину Наталью Васильевну от занимаемой должности министра здравоохранения и церковной деятельности. Ваша честь, я хочу сказать следующее подробно о временном отстранении подозреваемой Мазины по уголовному делу от занимаемой должности. Следующее судебное заседание следовательно подробно изложено обстоятельства, по которым следствие, которые могут возникнуть препятствия, для расследования уголовного дела, какие, в том числе, хочу обратить внимание, особенно приведенные доводы следствия о том, что Мазина может повлиять и уже влияло на определенных должностных лиц, в том числе на тех лиц, которые непосредственно являются ее подчиненными как министра, а также руководители по ведомственным учреждениям медицинского. Об этом у следствия имеются достаточные данные, поэтому, с учетом требований уголовного сексуального законодательства, в следствии имеют вредить другой возможности, скажем так, ограбить и обеспечить объективность и независимость расследования, и в связи с этим полагаю, что ходатайство следователям заявлено мотивировано, обоснованно, и поэтому я все прошу данные ходатайства удовлетворить. Проверочные мероприятия в Министерстве здравоохранения начались в феврале прошлого года. 26 июня 2019 года было возбуждено первое уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным статьей 238, сначеком 1 УК РФ о несанкционированном воздии на территорию РФ оборудования, несоответствующие стандартам РФ. Из данного уголовного дела, которое расследовалось с июня 2019 года, 17 января было выделено возбуждено уголовное дело в отношении Мазины Натальи Васильевны, министра здравоохранения Саратовской области. То есть, таким образом, проверочные мероприятия и следственные действия продолжаются уже в течение почти года. В феврале исполнится год, как идет следствие по данному вопросу. Целого года следствию не хватило, чтобы разобраться в этой неделе и поставить точку, или предъявить обвинение, или же прекратить данное уголовное дело. В то же время, следствие сейчас мотивировало временное отстранение от должности тем, что министр здравоохранения имеет доступ к документам, которые имеют отношение к делу и обладают кадровыми полномочиями. В данном случае, можно сказать, что мотивы следствия явно недостаточны для отстранения, так как доступ к документам мы понимаем, что министр действительно имеет ко всем документам, которые находятся в Министерстве здравоохранения. Но документы, как я уже говорил, начали изыматься в феврале прошлого года, то есть год назад. Если следствию не хватило времени в течение года, чтобы взять все документы, то сегодня же после процесса можно сразу же произвести выемки или обыски в министерстве и забрать необходимые документы, если они там остались. Как заявляет министр розыгранения, что все, что было необходимо следствию, министерство представило добровольно. Второй момент, то, что имеется кадр и полномочия. Повлиять на свидетелей также, во-первых, Наталья Васильевна не планировала никогда, не влияла, не собирается влиять. И в то же время, она за этот год, в этих свидетелях, которые были озвучены здесь в материале следователя, к ним не применялись никакие репрессивные меры. Они не применялись меры дисциплинарного, административного, какого-либо другого воздействия. Наоборот, эти лица поощрялись. О чем сейчас Наталья Васильевна скажет, мы будем просить приобщить документы, связанные с поощрением этих лиц. Кроме того, мы внимательно изучили материал проверки, который представлен следователям. Нет нигде четкого понимания того, что министра каким-либо образом и в течение года, и в последние месяцы, и год назад, когда происходила ситуация, связанная с закупкой оборудованной, давила на указанных лиц. В допросах имеются такие фразы, как «оказывало давление тем, что требовало не сорвать программу президента об обеспечении оборудованием органов здравоохранения». Если, естественно, сотрудники министерства это понимают под давлением, что необходимо выполнять указы президента, то это уже вопрос квалификации данных сотрудников. Полынина, как сегодня прозвучало в выступлении следователя, прозвучало, что министр добился увольнения Полынина. Полынина уволилась по собственному желанию. Каким образом можно замминистра добиться увольнения, при том, что она до этого никак не обжаловала эти действия, она уволилась, не пыталась в суде восстановить свои права. В допросе это не приведено. Еще раз говорю, ни в одном допросе категорически не говорится о том, какое оказывалось давление. Кроме этого, у нас имеется распоряжение губернатора Саратовской области от 30 января 2020 года, который звучит. «О предоставлению отпуска Мазиной НВ. Предоставит министру здравоохранения Саратовской области Мазиной НВ ежегодный оплачиваемый отпуск с 30 января всего года. Губернатор Саратовской области Радаев». То есть в настоящее время министра находится в отпуске. Естественно, находясь в отпуске, она тем более не может не оказывать никакое давление и уничтожать какие-либо документы. Поэтому прошу суд отказать удовлетворение ходатайства следователя о временном отстранении от должности, не удовлетворять это ходатайство следователя. Ватер Васильевне, доктор. Ваша честь, государственные интересы, которые я выполняла в государственной функции, были всегда превыше всего. И я уже сказала в присутствии корреспондентов, которые присутствовали до начала заседания, что никогда ни в какие сговоры ни с кем не вступала и относительно преследовать, то есть злостно нарушать свои функции и вообще совершать преступление, которое в дальнейшем интерпретируется как тяжкое преступление против вообще государства, нарушения прав граждан на оказание медицинской помощи, вообще даже нельзя было представить себе никогда в жизни. И находясь вот сейчас в суде, я вообще как абсурд, вот так бы я оценила для себя. Значит, среди лиц Полынина являлась подчиненным, непосредственно моим заместителем. Назначается она постановлением губернатора, поэтому у меня полномочий по увольнению лица не было. И относительно отпуска, я действительно работаю по 14 часов в сутки. Это тяжкий труд, надо сказать, министр здравоохранения области круглосуточно. И рядом иметь телефон круглосуточно буквально, никогда его не отключать. Но на сегодняшний день, с учетом возбужденного уголовного дела и в качестве подозреваемой, я понимаю, что мне придется иметь серьезное отвлечение временные для дачи показаний, наверное, очных ставок. В связи с чем я приняла решение уйти в отпуск. Мое ходатайство было поддержано. Ужасный файл. Углашается постановление 30-го эмира 2020 года, в акцент сухого составляющего суда группа 2-го, рассмотрев постановление следовательного мазорка, возбуждение ходатайства временного настроения на должности. Мазинное подозреваемое в совершении преступления, предусмотренном статье 285, часть 2-й и 1-й, в содержании ходатайства следует, видно, что в основании временного настроения на должность является то, что вам не следует, мазинное. Может использоваться в свое служебное положение, оказать давление на свидетель, являющийся ее подчиненным, председателем 4-й, который не отвечает в значении правитого. Выходших в следу из лица форума поддерживающих ходатайства, подозреваемого значения, воздержавших против удовлетворениях ходатайства, проверив при салоне материала, случая ухода, следует следует ли необоснованным, или не подозревающим наблюдениям по святшему самому. С 30 ноября 2020 по 31 ноября 2020 Мазина охватила отпуске, а в том, в последнее время, не обладает властными полномочиями отношениями свидетелями, не имеет доступа к сложным документам. Крэш, в ответственном окном, уже проживительное изъятие документов, имеющихся значение для данного дела, в дыбке, на Лид-Шерланде, в третьей время, что очки клик документов Мазина имела возможность сделать это на протяжении недостаточно длительного периода времени. С учетом изложенного, принимаю внимание на то, что на настоящий момент по отношению Мазина не выдвинулся обвинением в совершении преступления, потому что необходимость во временном осторонении ее должности. В основании изложенного, в право следствии, статья 114, главного акционального кодекса Российской Федерации по стране, отказать удовлетворение, когда следует ли по освобожденным делам и делам проследования освобожденных дел СУСК РФ, в первую очередь, в первую очередь, во временном осторонении от должности министра здравоохранения Саратовской области Мазина Наталья Васильевна. На настоящее постановление будет предоставлено Саратовский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения через Болжский районный суд в городе Саратов.